По водному режиму сколько воды пьете? Ну не меньше, можно даже немножко увеличивать. Вкалывают роботы, а не человек. На помощь врачам, которые работают с пациентами больными пневмонией, ковид-19 пришла автоматизированная система. Виртуальный помощник обзванивает пациентов, уже побывавших на приеме у врача, узнает, изменилось ли их самочувствие, есть ли температура. Полученную информацию передает на анализ медика. На компьютере имена пациентов, здоровье которых ухудшилось, подсвечиваются. Видя это, врачи им звонят и уточняют информацию. Работать в этой системе действительно очень необходимо и очень нужно. Это сокращает прежде всего интервал времени по работе по медицинскому работнику, непосредственно по оценке состояния тяжести пациента. Во-вторых, это помогает нам быстро определиться в день работы, в начале рабочего дня, кто первично нас нуждается в оказании медицинской помощи. И показать ему, естественно, и разъяснительную работу, и оценить состояние тяжести, и внести корректировку в лечение. По словам врачей, каждый четвертый пациент, который побывал на приеме, нуждается в таком обзвоне. У заболевших возникает масса вопросов, связанных с состоянием здоровья, с применением препаратов. Если состояние пациента ухудшается, информация тут же передается в поликлинику, за которой закреплен пациент. К системе подключены все медучреждения региона. Сейчас на мониторинге у автоматизированной системы от 800 до 1200 человек. Это хороший мониторинг состояния больных в массе. Мы уже видим результаты, да, то есть даже точно обзванивая тех пациентов, у которых самые худшие показатели, которые сами себя хуже всех оценивают, мы обзваниваем и корректируем их лечение. В Самарской области создана единая медицинская информационно-аналитическая система. В ней хранятся данные по всем пациентам региона. В ближайшее время в нее будет интегрирована и автоматизированная система обзвона. Виктория Шарая, События.